Телеканал «Дождь» и Европейская клиника представляют Health Kitchen Здравствуйте! Это Health Kitchen – первая программа про здоровье, которую смотрят даже те, кто не смотрит программу про здоровье. Просто потому, что только мы вам расскажем о фантастических достижениях медицинской науки и современных технологий. Бывают такие опухоли, до которых очень сложно добраться обычным способом, потому что они располагаются не снаружи, а внутри органа. Это проще всего показать на бутерброде. К примеру, раковая опухоль или метастаз может расти не снаружи, как вот эти семечки, а внутри, как, скажем, вот этот помидор. Соответственно, чтобы добраться и вынуть эту опухоль из органа, прежде чем туда попасть, приходится разрезать его, и он фактически становится нежизнеспособным. И раньше, когда опухоли находились так глубоко внутри, скажем, печени, этот рак считался неоперабельным, врачи просто разводили руками и говорили, что, к сожалению, сделать ничего нельзя. И сегодня у хирургов-онкологов есть такой изящный инструмент, который позволяет оперировать некоторые подобные случаи. К тому же это очень мини-инвазивное вмешательство. В простоте это значит, что операция с крошечным разрезом и почти без повреждения ткани, после которой пациент очень быстро восстанавливается и иногда уже на следующий день может отправляться домой. Суть этого метода заключается в том, что в опухолевую ткань вводится специальный электрод. И под воздействием тока высокой частоты в опухолевой ткани происходит нагрев до 90-110 градусов, при котором опухолевый узел погибает, разрушается. Это вмешательство происходит в пределах здоровых тканей и, в общем-то, считается радикальным. Как я уже сказал, эти методы хирургии и радиочастотная термообляция, они нисколько не конкурируют, а скорее дополняют друг к другу. В частности, если мы сталкиваемся с множественным белобарным метастатическим поражением печени, то есть, когда большое количество очагов поражает и правую, и левую долю печени, и хирургически все эти опухолевые узлы удалить нельзя, мы можем прекрасно сочетать резекцию с одной стороны и радиочастотную термообляцию с другой стороны. Сложное латинское слово «аблация» по сути означает просто удаление, а радиочастотная аблация – это удаление с помощью микроволн, то есть примерно того же излучения, которое используется в микроволновке, чтобы разогреть еду. Точно так же и узел опухоли нагревается до 80 или 100 градусов, то есть фактически выжигается изнутри. Так хирург использует тончайший электрод, который расплавляет только ткань опухоли и не трогает окружающие здоровые ткани. Сам по себе метод не такой уж и новый. Например, для лечения аритмии его стали применять еще в начале 80-х годов прошлого века. Кардиохирург вводит миниатюрный электрод в бедренную артерию, и затем по сосудам электрод протягивается до самого сердца и выжигает те нервные окончания, которые служат причиной неправильного сердечного ритма. Онкологи используют аблацию для удаления опухолей в самых труднодоступных местах, например, в печени, в легких, в почках, а также в костях и в поджелудочной железе. С другой стороны, этот метод не исключает обычной операции. Иногда врачи удаляют часть узлов скальпелем, а другую часть – с помощью радиочастотного электрода. Ну, в частности, конкретный пример. На прошлой неделе мы выписали пациентку, которая впервые обратилась к нам еще год назад. Год назад ей был поставлен диагноз рак толстой кишки с множественными метастатическими очагами в печень. Очаги были большие, достигали размеров 10 сантиметров. Мы удалили ей первичную опухоль в толстой кишке, и в течение года она получала химиотерапию, получала успешно. Очаги сократились в несколько раз, но все равно находились и вправо, и в левой доле. Оценив ее ситуацию, мы решили все-таки пойти по хирургическому пути. Часть очагов мы удалили, а часть очагов, которые располагались в левой доле печени, мы подвергли радиочастотной термоабляции. Часто пациентка выписалась. Спустя 7 дней после хирургического лечения операция прошла без осложнений. Сейчас мы планируем продолжить провести 6 курсов уже адъювантной профилактической химиотерапии. Данная больная, в принципе, может считаться излеченной. Тот же самый электрод используется не только в онкологии и кардиологии. Например, с его помощью сейчас лечат варикозное расширение вен, храп, синдром апноэ во сне. И в последние годы врачи пытаются даже лечить им гипертонию, то есть повышенное артериальное давление. Смысл операции всегда один и тот же. С помощью микроволн выжигается ткань, и когда небольшая рана на месте ожога заживает, там остается просто рубец. Самое приятное, что все эти операции очень легко даются пациенту. Они занимают обычно не больше часа, делаются под легким местным наркозом и не требуют госпитализации. Как правило, в тот же день человек отправляется домой. Вот это, мне кажется, самое замечательное в современной высокотехнологичной медицине. Манипуляции врачей становится все сложнее, а жизнь пациентов от этого все проще, лучше и веселее. Будьте здоровы!